Требования письменно сформулируем. Сейчас, помимо всего этого, нам важно провести большую агитационную работу, объяснить, что такое бойкот, объяснить, какие наши будут требования. А требования наши будут, что бойкот этим выбором, проведение честных выборов. К этим выборам должен получить доступ каждый, в том числе и я. Мы не должны считать, сколько ты лет жил за границей. Во всех странах мира достаточно того, что ты являешься гражданином страны. Все, и каждый участвует в выборах. Мы не должны участвовать в выборах по этим фальшивым требованиям, которые власть всегда находит способ обойти. Во всяком случае, 15 лет точно Хажим Гажамар Токаев не жил в Казахстане. Он работал как чиновник, международный чиновник в ООН, замгенерального секретаря ООН. И он не находился на территории посольства Казахстана. Поэтому все эти ограничения должны быть убраны. Мы должны потребовать проведения честных выборов. 9 и 10 июня мы организовывать будем масштабный митинг по всей стране. Будем бойкотировать эти выборы, а также будем требовать проведения честных выборов. И мы будем обращаться в международные организации, показывать, что все эти поправки в закон, который внес Нурсултан Назарбаев, они противоречат подписанным международным договорам, противоречат Конституции Казахстана и требовать признать эти выборы нелегитимными. Продолжение следует...